Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Нравственный кризис. В Рязани вновь совершено нападение пьяного мужчины на врача. Женщина и маршрутка. О том, как рязанка вывалилась из автомобиля общественного транспорта. О будущем думают уже сегодня. Юноши и девушки вместе с родителями посетили ведущие вузы нашего города в день открытых дверей для того, чтобы поближе ознакомиться со специальностями и условиями обучения. Врачи спасают, а их избивают. Очередной ЧП с нападением на врача в Рязани произошло в субботу, 18 ноября. На травматолога второй поликлиники с кулаками налетел пьяный мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняла Алена Куклева. От пациента в больницу. В Рязани расследуют очередное нападение на врача. Все произошло по хорошо известному врачам сценарию. Напавший на травматолога, мужчина был сильно пьян и даже угрожал убить его. Поздно вечером, 17 ноября этого года, в травмпункт Рязанской поликлиники за медицинской помощь обратилась женщина. Врач-травматолог оказал ей первую помощь и вызвал скорую помощь для транспортировки пациентки в специализированное медицинское учреждение, где ей будет дальше оказана более квалифицированная медицинская помощь. В это время, находившийся вместе с пациенткой в состоянии алкогольного опьянения, рязанец, с угрозами, набросился на врача, повалил того на пол. Усмиряли разбушевавшегося рязанца, пациента травмпункта и вызванный на место происшествия наряд полиции. В сети появилось видео с места происшествия. По этим кадрам становится ясно, что мужчина находился в состоянии неадеквата. Пациентка, который он сопровождал, пытается удержать его, но справится с полуголым дебоширом даже в наручниках. Ей удается плохо. Очевидцы самого нападения прокомментировали драку. В тот момент, когда пациентка находилась в кабинете врача, ворвался сопровождающий с оскорблениями, унижениями, угрозами расправы в нецензурной форме в адрес врача девушки и медсестры. Эта медсестра кое-как вышла из кабинета и позвала врача мужчину, который работал в другом кабинете. Так как пьяный сопровождающий мешал вести прием, продолжал материться и угрожать, врач мужчина попросил сопровождающего ожидать в коридоре и не мешать вести прием. В ответ от пьяного услышал угрозы в нецензурной форме, что сейчас убьет его. Тогда врач вышел из кабинета и пошел в регистратуру, чтобы вызвать наряд полиции. В тот момент, когда вызывал, на врача напал этот сопровождающий и стал избивать его душить. Я зашел в этот кабинет, где находился этот сопровождающий, неадекватный, попросил ожидать пациентку, с которой он пришел в коридоре. Он отреагировал на мои слова унижениями, оскорблениями, угрозами. На что я пошел вызывать сотрудников полиции в регистратуру. И он ворвался в регистратуру и начал меня избивать. Через некоторое время подбежал ко мне мой уже пациент и начал его от меня оттаскивать. И в этот момент подъехали сотрудники полиции. Я обращался в УКБ, меня по скорой помощи доставили. Сотрясение головного мозга, ушиб, гематом. Избиение врачей пациентами – актуальная проблема современной медицины. Приемные отделения, поликлиники, травмпункты, квартиры, куда вызывают скорую – зоны повышенного риска. Люди ведут себя агрессивно. У врачей все чаще бывают синяки, а то и серьезные травмы. Сегодня на общественном обсуждении находится законопроект, который приравняет нападение на медицинского работника к нападению на полицейского при исполнении. Наказание – от 200 тысяч рублей штрафа до пожизненного. Но поможет ли это хоть как-то защитить врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских работников – покажет время. Если закон примут, то вступит в силу он только с июля следующего года. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Маршрутки Рязани продолжают проверять на прочность нервы горожан, а те, в свою очередь, не прекращают на них ездить. На этот раз девушка оказалась за бортом транспортного средства, когда маршрутка тронулась с остановки. Оказалось, что машина была переполнена, и пассажирке пришлось выходить через заднюю дверь, что уже перед ней проделал один из пассажиров. Однако водитель не убедился в том, что девушка полностью вышла из машины и поехал. На самом деле пассажирка успела только поставить одну ногу на тротуар, так что она оказалась в плачевном положении. Меня немного протащило, и я выпала. Разбила ладони, синяк на колени, разбила экран у телефона. Водитель остановился, вышел и начал кричать о том, что нужно предупреждать, что выходишь. А потом сел в машину и уехал. Девушка добавила, что пожалуется в городское управление транспорта. Она хочет от водителей большей внимательности. Честно говоря, в этой ситуации мне по большей части просто обидно, что он мало того, что не извинился, так еще и нагрубил. Этот год стал показательным для рязанских маршруток. 4 июня в городе также молодой человек выпал из автомобиля. По словам очевидцев, это произошло в результате сложившегося конфликта между водителем и пассажирами. Осенью этого года в Рязани произошла серия инцидентов с участием маршрутных такси, включая серьезные аварии. Это вызвало общественные резонансы. Многие стали задумываться о необходимости данного вида транспорта в нашем городе. В свою очередь, в декабре проезд в рязанских маршрутках подорожает более чем на 20%. За минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Рязанской области сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 38 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 4 человека отказались от прохождения освидетельствования. На данное состояние 4 повторно сели за руль автомобиля в пьяном виде. В субботу 18 ноября примерно в 15.30 в Рязани во дворе дома 37, корпус 3 по улице Октябрьской 29-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем УАЗ, при движении задним ходом совершил столкновение с припаркованной машиной Киа. При выяснении обстоятельств ДТП владелец поврежденного автомобиля принял решение вызвать на место сотрудников ГИБДД, так как водитель УАЗа был с признаками алкогольного опьянения. Прибывшие на место сотрудники ДПС зафиксировали факт дорожно-транспортного происшествия и предложили водителю УАЗа пройти освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения на стационарном посту ДПС. На данное предложение водитель отреагировал очень эмоционально, начал кричать, ругаться, махать руками и ногами. В результате его действий было разбито лобовое стекло патрульного автомобиля. После чего неадекватный молодой человек был доставлен на пост ДПС, где провели освидетельствование. Прибор показал значение более полутора миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь водителю УАЗ грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с одновременным лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Кроме того, ему придется отвечать за поврежденные в результате своих действий автомобили. Областной центр вновь присоединяется к проведению Всемирного дня ребенка. Так, 20 ноября в Рязани можно было получить консультацию специалистов в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям. Список адресов, где бесплатно могут проконсультировать юристы, размещается на сайте Управления Минюст России. К тому же 17 ноября в Доме общественных организаций отметили тех, кто на данный момент уже внес большой вклад в формирование здоровой среды в семьях. Уполномоченная по правам ребенка региона открыла семинар совещания, где обсуждалась роль общественных помощников в сфере защиты детей. У нас была история, одна девочка, очень серьезный был конфликт в школе, и она просто наотрез отказалась ходить в школу. Девочка под опекой у бабушки, очень сложной судьбой. И вот Валентина Николаевна буквально за руку, полтора месяца водила эту девочку в школу, заходила за ней, и полтора месяца по два или три урока с этой девочкой сидела на уроках. Сейчас вот у нас все в порядке, вот проблем нет. Валентина Николаевна, спасибо. Помощники уполномоченного по правам ребенка ежедневно оказывают поддержку тем семьям, в которых сложилась трудная ситуация. Они работают во всех районах нашей области. На мой взгляд, все, кто работает с детьми, должны быть в первую очередь неравнодушными. Только не на равнодушии может сложиться система отношений. Потому что очень сложно с этими детками по судьбе, может быть, так скажем, обиженными уже от того, что не полная семья или нет родителей совсем. За этот год в регионе на 11% повысился метод семейного воспитания. Все больше детей находят свой дом, попадают под опеку и в приемные семьи. Во многом это заслуга помощников уполномоченного по правам ребенка. В ноябре в этом году теплее обычного. Температурный фон за первую половину месяца в среднем превысил климатическую норму на 2 градуса. На этой неделе, обещают синоптики, погода начнет перестраиваться на зимний лад и похолодает. Правда, ненадолго. В ноябре в этом году теплее обычного. Температурный фон за первую половину месяца в среднем превысил климатическую норму на 2 градуса по Цельсию. На этой неделе, обещают синоптики, погода начнет перестраиваться на зимний лад и похолодает. Правда, ненадолго. 23 ноября ночью уже ожидается минус 1, минус 6 градусов, в Рязани минус 4, днем минус 4, плюс 1, в Рязани минус 2. 24, 25 и 26 ноября с ростом атмосферного давления вероятность осадков уменьшится. Лишь в отдельных районах будет возможен небольшой снег. А вот температура воздуха ночью составит минус 4, минус 9 градусов местами до минус 10, днем всего лишь 1,6 со знаком минус. Но похолодание будет кратковременным, так как в начале следующей рабочей недели по предварительному прогнозу ожидается вновь поступление более теплых воздушных масс Европы. Вероятность осадков увеличится, ну а температура воздуха вновь на 24 градуса повысится. С понедельника 20 ноября в Рязанской области начнет холодать и уже в ближайшие дни температура упадет до минус 1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС, чтобы предупредить прежде всего автолюбителей об опасности возникновения гололеда. Облачная хмурая погода днем, ночью осадки, дождь и мокрый снег на дорогах местами гололедится. Утром в отдельных районах туман, а днем осадки в виде измороси. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Такая картина ожидает нас в ближайшие дни. В первой половине этой недели на территории Рязанской области сохранится циклонический характер погоды. Южные циклоны, связанные с ним атмосферные фронты, принесут на территории нашей области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедится. К выходным в Рязанской области снова ожидается желтый уровень погодной опасности. Угрозу для рязанцев, по данным синоптиков, снова представляет туман. Явление этой осенью ставшее уже привычным для региона. Потенциально опасную ситуацию туман создает и в других областях ЦФО – Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской. Напомним, желтый – это третий из пяти существующих уровней опасности. Туман с видимостью до 200-500 метров ожидается в течение всей недели. Рязанский государственный радиотехнический университет распахнул свои двери для будущих абитуриентов. Молодым людям и девушкам рассказали о кафедрах и направлениях подготовки, а также экзаменах, необходимых для поступления. День открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете. На знакомство с вузом пришли сотни будущих студентов. На интерактивных стендах они узнали о разнообразных программах обучения. Ведь качественное образование здесь могут получить как представители технических специальностей, так и будущие экономисты и мультипликаторы. Хвалят все друзья, знакомые, очень хорошие, говорят, и на университете. Заинтересовал тем, что здесь идут такие точные науки, как математика и физика. Это близкие для меня предметы. И как раз их я и буду сдавать. Мне это все интересно. Боять-то, не знаю, собирать технику. И факультетов здесь много. Нам главное на бюджет поступить. РГРТУ предлагает 26 направлений подготовки для бакалавров и 6 для специалистов. А для тех, кто уже получил первое высшее образование, действуют 19 направлений магистратуры и 11 аспирантуры. Благодаря активной научной работе Рязанский государственный радиотехнический университет в этом году стал лучшим вузом региона в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности. А также обладателем диплома первой степени Всероссийского конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности. Нужно изучать как следует точные науки, в особенности физику, без которой на технических специальностях нашего вуза обучение невозможно. А без математики невозможно обучение на всех специальностях, включая экономические. Стоит отметить, что РГРТУ является единственным вузом в России, который имеет радиотехническую специализацию. Здесь реализуются 6 из 8 приоритетных направлений развития науки и техники, утвержденных указом президента России. Среди них информационная безопасность, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, энергоэффективность и энергосбережение. У нас есть энергетический отряд, который дает возможность студентам почувствовать их будущую рабочую профессию еще до того, как они придут на работу. С преподавателями потом проще общаться даже, они понимают, что ты немного более такой прошаренный, чем остальные. Кроме того, на базе вуза работает военная кафедра. Благодаря этому молодые люди, поступившие в вуз на любую специальностячную форму, могут параллельно пройти на ней обучение. Обучаясь по программе офицеров запаса, он получает офицерское звание лейтенант и зачисляется в запас. Обучаясь по программе солдат запаса, он получает по окончанию военной кафедры и по окончанию университета военный билет, в котором указана конкретная военная учетная специальность. И таким образом данная категория от призыва на срочную службу освобождается. А те молодые люди, которые желают посвятить свою жизнь армии, могут получить в Рязанском государственном радиотехническом университете военное образование. На базе вуза работает учебный военный центр, полноценный аналог военного училища. После окончания университета таким выпускникам предстоит служба по контракту в офицерском звании лейтенант. Напомним, что в этом году Иргарту вошел в топ-100 лучших вузов по версии Европейской научно-промышленной палаты. Всего в рейтинге приняли участие более 2000 университетов из разных стран мира. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». День открытых дверей прошел и в Рязанском политехническом институте. Абитуриенты и их родители узнали об особенностях внутривузовской жизни, а также своими глазами увидели, где и каким образом будет проходить обучение. За более чем 60 лет работы Рязанский политехнический институт подготовил свыше 30 тысяч высококвалифицированных специалистов по направлениям строительства, архитектуры, машиностроения, энергетика, автомобилисты. За последние годы работы вуза было открыто пять новых направлений. С перспективами, которые открываются перед студентами политеха, смогли познакомиться все желающие на дне открытых дверей, который прошел 18 ноября в главном корпусе института. В этот день гостями мероприятия стали не только рязанцы, но и жители Рязанской и Московской областей. Кто-то из них только выбирает вуз, а некоторые уже определились. Я считаю, что это достаточно сильный вуз и достаточно хорошее образование может получить мой ребенок. Сейчас многие после 11-го идут именно в политехнический и вот все выпуски нашей школы. И это как бы самый востребованный вуз. Я сейчас учусь в железнодорожном колледже, потом поступаю собирать на высшуюся. Мне нравится политехнический институт. Много очень вакансий, можно сказать. И очень ветвей, куда можно потом в дальнейшем устроиться работать. Знакомство с вузом началось с творческих номеров, которые подготовили сегодняшние студенты. Здесь же в актовом зале гостям был продемонстрирован презентационный фильм, который рассказал не только об учебном процессе, научной и общественной жизни института, но и творческой и спортивной составляющей. Ну а после абитуриентов и их родителей поприветствовал директор политехнического института Игорь Мурок. Наша задача и руководителей, и администрации, и профессорского преподавательского состава в первую очередь представить вам нашу учебную материальную базу, показать, чем мы занимаемся, как занимаемся. И чтобы самое главное, вы все сделали правильный выбор. Для нас это важно, чтобы каждый выпускник политехнического института был востребованным, высокоподготовленным специалистом. На дне открытых дверей в роли почетных гостей присутствовали выпускники вуза. Большинство из них нашли свое место в жизни и достигли определенных высот. Среди них заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, а также заместитель министра строительного комплекса Юрий Кулешов. Он рассказал присутствующим о востребованности специалистов, которых сегодня готовят в политехническом институте. По анкетированию руководителей строительных организаций была получена информация о том, что более 40% руководителей испытывают дефицит в кадрах строительного направления и именно технических специалистов разных направлений. Поэтому технические специалисты, они очень востребованы, а наш политехнический институт – это лучшая кузница кадров в регионе по выпуску именно специалистов технической направленности в строительной отрасли. Познакомиться с условиями, в которых обучаются студенты, а также с материально-технической базой вуза, абитуриенты и их родители смогли после завершения официальной части на специально организованных экскурсиях. Компьютерные залы, учебные аудитории, творческие мастерские архитекторов и автомобильная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Здесь делается все для практика ориентированного обучения. Также на дне открытых дверей можно было попробовать себя в роли гонщика и оценить кулинарные способности поваров политеха, которые в этот день, помимо всего прочего, приготовили на полевой кухне гречневую кашу с тушенкой. Мероприятие завершилось чаепитием с директором и награждением самых заинтересованных абитуриентов грамотами. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанская компания «Резур», которая является производителем и поставщиком оборудования нефтегазового комплекса, приняла участие в 20-й международной нефтегазовой выставке. Она состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. Там рязанцы продемонстрировали свои новейшие разработки и укрепили связи с потенциальными партнерами. 20-е. Самая влиятельная в мире международная нефтегазовая выставка «Адипек-2017» проходила в Абудаби с 13 по 17 ноября. Более 2000 компаний-экспонентов представили свою продукцию на крупнейшем мероприятии в данной области. Среди них – рязанская компания «Резур», которая продемонстрировала свои новейшие разработки и потенциал для развития экспортного сотрудничества. Мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абудаби, на крупнейшей нефтегазовой выставке «Адипек-2017». На этой выставке мы представляем наше оборудование, хотим получить полезные контакты и войти на рынок Арабских Эмиратов. В рамках работы были проведены деловые переговоры с представителями крупнейших международных компаний, на которых обсуждались актуальные вопросы выхода компании «Резур» на рынок стран Ближнего Востока. Мне хотелось бы отметить высокую заинтересованность посетителей в продукции нашей компании. Компания «Резур» из года в год подтверждает высокое качество выпускаемой продукции, и мы убеждены, что готовы составить здоровую конкуренцию мировым производителям. Таким образом, приходя на рынок стран Персидского залива, можно сказать, что мы не стоим на месте и всесторонне развиваемся. Специалисты компании остались довольны результатами проведенных встреч, а иностранные партнеры оценили высокое качество продукции. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин